Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешево. Номер 649. События дня. Ереме 15 глава 6 стих. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. Галина Влеско, Новокузнец. Мир вам, потеряевцы! Дорогой и любимый учитель Игнатий Тихонович Лапкин, соучениками Владимиром и Никитой, радоваться. Благодарю за ваши проповеди в стихах. Да, и не забыть, в чертоге ждут одетым. Спаси Христос! Побывала на диагностике и на начальном излечении в нашем центре возрождения Просковья. Стали беспокоить постоянные боли в области печени. При электронной диагностике обнаружилось биополе описторхов, которое часть печени схрумкали и рухнули мои традиционные врачебные знания. И вовсе после прослушивания 10 лекций Веры Николаевны Щеплыгиной, руководителя этого центра, и вспомнила наше общение с вами в гостях в Потеряевке. Это и соду, и зелень природы, и растительное масло в конце приготовления пищи, и хозяйственное мыло, и болезни НДА, и очень многое правильного питания, режиме дня, сне, в работе до седьмого пота. Врач Ивановича Плэгина, а в этом не один десяток лет, пилит. Тонны кислоты от всех современных моющих средств сливаем в родные речушки. А паразитам чем кислее, тем лучше. Поехала в супермаркет после 10 дней лечения голодом. Отвращение почти ко всему, что на полках и в тележках покупателей. За два дня посещения магазина мною потрачено всего 200 рублей на самые простецкие продукты для выхода из голода. Будущее за интегральной медициной 100%. Благодарю Бога, в Троице Славимого, за встречи с такими людьми, преданными своему доброделанию для нас, слепорожденных людей. В медцентре оборудована христианам серьезная комната для молитвы. В каждой комнате образа приходит священник. Нашелся и брат из новообращенных, сургута, звонарь. Слушал внимательно, задавал вопросы. С четырем болящим подарила ваши визитки, показала ваши ролики. И Вера Николаевна тоже дала вашу визитку. Она верующая христианка по-детски, как научила ее бабушка. Она в мединститут поступила из деревни и тоже, как и вы, многочисленные полезные примеры приводила из жизни своих селян и своей семьи. С огромной пользой для себя провела 10 дней в этом центре. Так что можно всю жизнь пролечить холецистит. А помереть от онкопечени. Также с гастритами, колитами и так далее и тому подобное. А таких для диагностики основного заболевания, для дорогостоящих аппаратов, в нашем городе всего три. Называется Вегатест. Вот и задумаемся о том, кому это выгодно и кто это. Так массово уничтожает деревню, строит мегаполисы, которые уничтожают природу Божию. Национальная катастрофа. Да необходимую современную аппаратуру никто в поликлинике не поставит. До сих пор выписывают общий анализ скалой на яйцах лист. И что? Промах на старом микроскопе. А люди вымирают. Вас смотрят миллионы, и дай Бог сгодится кому? Со скучалками в глазах ваша сестра Галина. Работаем. Аминь. Вот у нас позавчера это было, что собирались тут. Врач приехал. Все, да. Жили бы диспансеризированы. Вот это да. Ну и осматривали. Я попросился снять это. На видеоаппарат не разрешили. А почему? В интернете пишут, что репродуктивный возраст, женщина тот, кто, особенно девочкам, никаких уколов, никаких прививок. Специально это делается, чтобы вымерла эта нация. Это международный кагал поставил такую задачу. Так пишут. Везде. Ну и действительно болеют многие. А я считаю, что большинство болеет из-за того, что часто исповедуются, причащаются. То есть не исповедуются, истинно не причащаются. Многие больны. Многие больны. И немало умирает. Ибо не рассуждает о теле Господнем. Но как рассуждать? Если ничего не читал, не знаешь из Евангелия. Приходит на осмотр. 92-й год идет Серафима Гавриловна Плотникова. Что уж там ей говорят, не знаю. А вслед за ней Степа. Степа. Уже 10 лет. И вот такая разница. Ну тут мать пришла, Ангелина. Привела с собой в Орлаама, на Заре и в Тихе на руках. Вот они осматривают. Она может дать, излечить от чего-то? Нет. Им нужна статистика. Сколько ждать, пока передохнут все. Как говорят. Араша. Нас нигде не уважают. Да и не за что. Ну события дня. Соломи днями. Вот идет морозь. Морозь это мелкий-мелкий дождик. Волнами идет. Его даже видно, как волна идет. Ну дождя от настоящего нет. Но промокнешь насквозь. Никита пасет, а мы с Володей решили заняться лагерным прудом. До этого кое-как вырубили растительность. Теперь надо там, где подъели бобры, подмыло, и там уже земля козырьком нависает над водой. Это место надо выправить. А как? Ну мы знаем как. Нужно заготавливать деревья. Клен есть. У нас столбушки были заготовлены. Ну так, метр восемьдесят, два метра. Поменьше даже есть. Их надо заострить. Сваи сделать. С четырех сторон углом срезать, а потом забивать. Думал, что может быть просверлить отверстие. Но это в воде. Под водой-то там сантиметров сорок воды. Куда сваю ставить-то? И все-таки мы заготовили 110 свай. 110. 10 примерно было, остальные новые. Все подряд гнали, что только можно. Туда вывезти надо было, попросить в игре в тракторенок. Потом поднять на возвышенность, на дамбу, через решетку перекидывать и по дамбе разносить туда-сюда, туда-сюда, по одному, по два столбика. Ну это метров 60-70. Туда-обратно, туда-обратно. Как щелноки с Володей двое сновали. Резали. Ну, делов много. Ну, а после этого обработкой, отработкой. Промазывать надо. Говорю, давай, Володя, хоть одну заклепку-то поставим сегодня. Пломбу. Ну, в одном месте. Забил, Володя бьет. Я-то не только лопатой поддерживаю. Бац! Лопата отскочила, в воде утонула. То есть, гвоздик выскочил, ее вырвало. Я лопатой поддерживал, когда он бьет, чтобы столб не сгибал в сторону. Забивка-то. Попробовали, не как. Ну, как. Большой магнит надо опускать, под воду искать там. Ладно. Все-таки мы сделали. Красиво выглядит. Ну, это потребовало где-то семь свай. Примерно. Соломы, сена нету. Пошел к Игорю, сказал, привези барабашу. А где взять? Гнилье одно. А тут Роману Малушку привезли доски. Там у Стиновым двоим. И все в одну кучу свалили. Теперь делите. И уехали. Но так раньше не делали. Нас развозили. У меня по объектам по-разному. Я приехал. Шофер развозит. Мы скидываем. Сколько где досок. 20-30. А тут в одно. Ну, и дал трактор. Андрей привез. Гнилого сена. А сена это нам нужно самонить. Теперь обрушиваем этот козырек. Со стороны землю надо натаскать, сыпать. И слоями, и стенам. И толкушкой долбить. Ну, мы двое с Володей. Все. И мажем, и режем. Мы к вечеру все, кажется. Сил нет до дома идти. А на душе радостно. Вот как приснет по воде. Что это? Бобер ударил хвостом. Карп выскочил. Выдрали там, поймало рыбу. Ничего не видно. Только круги пошли, пока голову поднял, и никого на поверхности воды уже нет. Это я говорю о событиях. У нас это все события. Моя коротенькая жизнь. Ну, другой там в Индии был, ездил в Таиланде. Мы нигде не были. Мы здесь, на своей земле. Красивая природа. И холодновато. Холодно. Ноги мерзнут. А эти наискосок лопатой рубили. Лебеда впали с толщиной. Сапог резиною прорвал. А этот тыщок-то в ногу вонзается. Ой. Мы все равно все делаем и делаем и делаем. И тут поступило известие, что Виктор Николаевич Савченко из Франции вылетает домой. Ну, молимся. Пока все эти обрубили, обрезали, туда свозили сколько? Два раза Никита тракторенок дали, Никита свозил. И вот он наш день подкатил к концу. А тут бобры, капканы везде на прудах поставил. Ничего нигде нету. На одном месте снял, просто в другом стоят. Куда они делись или мимо обходят, тоже неизвестно. Но дальше так невозможно. Они нас сильно обижают. Вот и день-то и прошел. Пятница. Ну, а дальше-то отчет даем уже в субботу. Надо показать еще свои ресурсы. Сейчас я покажу. Люблю мой мир. Вот он здесь. Вот мой мир. Одна, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот девять. Девять уже перенесло система. Я тут делаю такие операции с нашего видеоканала. Можно даже посмотреть, сколько у нас видео. Семь тысяч, сто пять. Фотографии восемнадцать тысяч, семьсот пятьдесят восемь. Наши, не чужие. Ниоткуда мы это не берем. Ну, и наш форум православный очень богатый, очень. Или тысяча семьсот восемьдесят пятый день, тысячу шестьсот тем, я не касаюсь, просто наблюдаю иногда. И наш видеоканал. Вот он. Маленький посещение. Нужно ли удалять со своих ресурсов ругательные отзывы? 58 посещений за один час. Ну, каждую минуту. А остальные меньше. Здесь девятнадцать, тридцать три. И большой ресурс во свете Библии православный библейский сайт. Тут вопросы-ответы. Сейчас вопросы беру по войне. Девятая папка. Девятая. Вопрос 2925, 15 том, открытым оком. Раньше говорили, что войну русские потеряли в 8 миллионов, а потом стали печатать, что все 18, а теперь утверждают в газетах, что были потери в 28 миллионов, и что за одного немца платили по 4 и 6 русских. То же самое и по жертвам репрессии. Так ли это? Это я за кафедрой в университетах, и мне задают вопрос. Я отвечаю, эти вопросы не по писанию, и потому ответ могу дать только из того, что уже известно. Толкует так, что первая цифра была без учета пленных, ибо их Сталин не признавал и нарекал предателями. Потом статистика при Хрущеве, что, дескать, это нужно было навесить на Сталина, все его промахи и неумение вести войну. Стали считать тех, кто умер от ран, от повреждений, полученных войну, и сюда включили тех, кто умер в течение 10 лет уже после войны. А уж ныне стали брать во внимание всех в антигитлеровской коалиции. Вроде бы так цифра была увеличена. Тоже с репрессированными сейчас публикуют материалы Семитомника по жертвам на Алтае. Только за 919 и 65 годах на территории нашего края за совершение контрреволюционных преступлений было репрессировано 45 722 человека. Большинство из них, 77%, на момент ареста были в самом трудоспособном возрасте 18 50 лет. А сколько бы от них народилось, какая бы была польза от них и на фронте и в тылу? Все сожрал Ком Горыныч. У немцев статистика осталась неизменной, но они теряли на фронте своих союзников, румын, итальянцев и других. Кто теперь узнает точную цифру? А раз греха не признают, то из статистики всегда ложь. Солженицын утверждает, что 66 миллионов жертв у ГУЛАГа проглочено, а славян погибло 110 миллионов. Не он, а корабли, ин профессор подсчет дает, он только берет у него. Поэтому согласиться можно. Третье Езер 6.56 о прочих же народах происшедших от Адама ты сказал, что не ничто, но подобны слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. Променяли веру на неверие от царя негодного на сверх негодных людоедов. мы сразу посмотрим, какие места Писания подтверждают. Серахов 17-11, но может быть и 16, а равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии свою погубил. И хотя бы один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Для Бога-то люди, как мошкара, и менее того, если они не каются и грешат. Вот главное это качество. 1 Коринфян 10-8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Откровение 11-13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Псалом 108-23 Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Исайя 40-22 Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Глава 56 Как ядовитый плод на древе зла, или враждебной ставшая родня, или сыновья предавшие меня, грехи меня терзают без пощады, все иступленные день ото дня. Я сердцем хмур, устами злоречив, мой слух неверен, взор мой похотлив, моя рука готова смерть нести, моя нога сбивается с пути. Я не оставлю по себе следа, и воля к благу у меня шатка, зло крепко, добродетель непрочна, божественный завет я позабыл, указанный запрет я приступил. Я дичь, неизбежавшая стрелы, бежавший раб, упавший со скалы, я узник, чей конец наступит вскоре, морской разбойник, что утонет в море. Я робкий ратник, я свидетель лживый, нестойкий латник, пахар нерадивый, священник, презирающий законник, попирающий закон. Звонарь церковно не в попад звонящий, я проповедник, смутно говорящий, я взгляд, который неприятен людям, ужасен ликом, я и сердцем скуден. Я прерванная трапеза хмельная, я праздник жалкий, красота смешная, я сад, который высох и заглох, я жнец, который жнет чертополох. Сажающий крапиву садовод, мышам доставивший пчелинный мед, я близкими покинутый старик, в грехе упорствующий еретик. Болтун пустой, гордец скотоподобный, хвостун лжец, купец, мздоимец злобный, я леность, я надменность, я коварность, бесстыдство, черная неблагодарность, великолепие жалкое обличием, ничтожество надутое величием, величие, что преднизостью склонилось, могущество, чья сила истощилась. Григорь Нарикати Ну и, пожалуй, на этом все. григорь Нарикати григорь Нарикати Григорь Нарикати Григорь Нарикати